12-13 ноября состоится 41-й всероссийский турнир по греко-римской борьбе. Память заслуженного тренера Анатолия Кишицкого о турнире и о греко-римской борьбе в крае мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях главный тренер Алтайского края по греко-римской борьбе Галеев Равиль. Равиль, приветствую. Здравствуйте. Ну что, давайте, наверное, наших телезрителей познакомим с вами. Расскажите, как вы попали в греко-римскую борьбу, как вы пришли на первую тренировку и с чего все началось? Ну все началось интересно, очень достаточно. Как обычно в нашем виде спорта, детский тренер обходил школы и попал в нашу школу в городе Бийске, в которой начал заниматься борьбой. Сначала я на нее не пошел. Весь класс практически у нас занимался. И спустя на полтора-два месяца все-таки мне стало интересно, куда парни ходят. Так и попал в зал, который у нас находился на автоколонии в городе Бийске. Это первый зал борцовский в городе. После этого, наверное, через месяц я почувствовал вкус этого вида спорта. Мне это понравилось. Увлекся, поехал в первый детский спортивный лагерь. Ну и так потихонечку борцовская карусель, как сказать, закружилась. После чего по ходатайству тренерского штаба города Бийска я попал в училище Олимпийского резерва, в девятый класс, в спортинтернат. Ну и там уже более профессионально стал углубляться в этот вид спорта, заниматься. Ну и мои результаты пошли вверх. И после этого длительное время вся карьера моя спортивная проходила в этом зале, в этом учреждении, в котором по сей день сейчас я и работаю. То есть стали родными стенами с детства до взрослой жизни. А другой вид спорта не пробовали никакой попасть? Был, да. Я занимался боксом до борьбы полтора года. Но получилось так, что в то время хотелось к бабушке летом ездить, отдыхать в другой регион. Ну и не попал в детский спортивный лагерь. Выбрал поехать отдохнуть к бабушке. И так как бы как-то не сложилось. И потом все-таки попал в греко-римскую борьбу. По сегодняшний день сколько лет вы посвятили греко-римской борьбе именно с начала прихода как спортсмен и как тренер? Ну я начал столкнуться с борьбой в 10 лет. Получается 23 года. Я уже в этом виде спорта. За 23 года какие достижения, чего добились, какие регалии? Ну, в регалии, как бы, как сказать, смотря какой брать уровень. Ну, я мастер спорта России. Призер первенства Европы среди юниоров. Двухратный победитель первенства России юниорской. Победитель страны среди студентов. Ну, достаточно среднестатистические результаты, как бы так сказать. Чего мы хотим, конечно, от своих учеников сейчас намного большего и лучшего. В какой момент вы решили, что хотите продолжать связывать жизнь с греко-римской борьбой и перешли на тренерскую скамейку? Ну, это, наверное, все-таки больше получилось за счет коллектива, который всегда окружал в этом виде спорта. То есть, будучи спортсменом, я видел, как работает тренерский штаб региона. То есть, это было интересно. Это общение хорошее внутри этого тренерского штаба. И, соответственно, большая поддержка со стороны главного тренера Ферст-Степана Шахамцова на то время. То есть, он поддержал, помог совместно с тренерским штабом региона того времени. Поддержали, как-то толчок дали. Начал потихоньку заниматься, углубляться в эту деятельность. Ну, и так сложилось потом, что предложили стать после смерти Ферст-Степана Шахамцова главным тренером региона. Сначала было, конечно, тяжело. Возраст, как бы, достаточно рано встал на этот путь. Ну, со временем ко всему привык. И сейчас веду эти бразды правления. И считаю, что это достаточно делаю хорошо. Сколько борцов вы тренируете? По какому графику? И как проводите сборы? Ну, я вообще являюсь, как бы, работником училища Олимпийского резерва, тренером. Также старшим тренером Центра спортивной подготовки Алтайского края. И, как бы, я имею группы в училище конкретно, свои группы при виде спорта. Но все-таки, находясь в этой должности, сейчас больше не могу сказать, что я конкретно работаю целенаправленно с каким-то одним-двум спортсменом. В мою задачу входит много работы, связанной с выездами, с комплектованиями команд, с проведением соревнований различных уровней. Ну, вся такая более организационная работа. Ну, и параллельно при возможности, когда хватает времени, мы проводим тренажные сборы, которые я тоже веду. Ну, это уже таким более высоким соревнованием, крупным, там, к чемпионату России, к первенству России. Туда, куда уже отбирается достаточно сильнейший, уже даже сильнейший не тоже с нашего региона, а те, кто с нашего региона попал через округ на эти соревнования, ну, высшие соревнования нашего государства. Давайте представим момент. Вы тренер, тренируете группу детей, да, наши родители сегодня очень скептически относятся ко многим видам спорта и тщательно выбирают, да, куда дать ребенка. По вашему мнению, со стороны тренера, почему ребенка можно и даже нужно отдавать в эгрикоримскую борьбу? Как думаете? Ну, на данный момент, потому что наш вид спорта сейчас начинается, так как, ну, специалисты становятся более, как бы, образованы, и тренер-шстаб у нас достаточно сильно омоложен, то есть и сама методика работы сейчас с детьми, она поменялась. То есть до определенного возраста, до 10 лет, наши детские тренеры работают с ними, как с группами ОФП, то есть это различные игры, ну, это та же физкультура с какими-то элементами борьбы, ну, которая идет в играющей манере. Соответственно, это меньше травм, ребенок укрепляется, то есть, ну, больше играет, двигается, привыкает и просто запоминает название вида спорта, к которому он находится, можно сказать так. А после 10 лет, когда уже он окреп, тренера начинают уже, уже начинают проводить какие-то маленькие соревнования, и они все более-более затягивают. Ну, потому что, в первую очередь, наверное, еще, потому что вид спорта, как я уже отмечал, он такой коллективный, дружественный, он же контактный вид спорта, мы, как некоторые со стороны говорят, там, обнимаемся, когда со стороны смотрят. И, соответственно, это хорошее общение внутри коллектива. Дети, приезжая в детские лагеря, сейчас спортивный, смотришь, как дети между собой общаются. Ну, то есть, это очень приятно. Ну, я думаю, это родителей должно радовать. Ну, и с охоткой идут в наш вид спорта. Ну, и вид спорта, как бы, достаточно бюджетный, потому что, если даже нет возможности купить борцовки на ноги, можем пойти в кедах, пока ты там занимаешься. Это хорошее достаточно недорогое, по сравнению с какими-то такими более игровыми, может быть, видами спорта, там. Ну, соответственно, более доступность к нашему виду спорта, я думаю, это тоже способствует занятиям эрикадемской борьбы. Давайте затронем пару таких философских, да, в кавычках, вопросов. Многие родители, когда дают своего ребенка в какой-то вид спорта, они часто задаются вопросом, вот, ему там будет больно, как с этим жить, как с этим бороться. Ну, что на это скажете? Ну, я думаю, тут тренер подскажет и поможет, ну, когда ему станет больно. Больно, конечно, будет, но если грамотный специалист, который у нас работает в регионе, найдет правильное слово и переведет это все в такую игровую манеру, в детском, по крайней мере, и он это переборет, то потом ему уже, мне кажется, дальнейшая жизнь будет складываться, он будет как раз бояться, не бояться боли и проявлять характер, там, выносливость тоже и стремление какое-то будет у ребенка появляться. Потому что, ну, это все равно надо перейти, порог шагнуть, тем более, как бы, ну, боль, она везде есть. Без нее никуда. Да, да, да. Ну, я не скажу, что у нас прям какие-то травмы серьезные такие прям бывают или что-то, с чем мы сталкиваемся в нашем виде спорта. Ну, тот параметр, это все-таки надо задуматься родителям, этих мальчиков, кого они хотят вырасти. Будущее крепкого парня, который готов идти вперед, ну, либо все время переживать, что ему будет больно. Если борец показывает на тренировке очень хорошие результаты, и вот настал тот момент, когда он выходит на ковер, у него начинается такой, знаете, мандраж, боязнь выйти на ковер. Вот вы, как тренер, как его будете настраивать, и что нужно правильно сделать в этот момент, чтобы не сломать борца? Ну, если это борец высокого уровня, то это уже конкретно, тут, наверное, больше индивидуальность. Потому что уже этого спортсмена знаешь, какой он прошел, он путь, какие-то у него травмы, может, были во время карьеры до этого момента, психологические, физические травмы, и тут же индивидуально подходишь. Если это более массово, когда более детский вид спорта, как правило, ну, это обратно, это через шутки. Ну, насколько я знаю, насколько меня приучали, и как бы говорили что-то. Ну, это все через игру, шутки тренерского штаба. Ну, и, конечно, в концовке сказать, что, ну, представь, получишь медаль. Главное мотивация. Да, главное мотивация. А сейчас в данном уровне, как бы, достаточно, многие проводят и регионы, и у нас внутри региона дают хорошие призы на соревнованиях. Ну, особенно, там, для детей, там, это и денежные пусть, ну, мальчик, там, даже тысячу рублей за первое место заработал, то есть, ну, или какие-то часы. Я говорю про возраст, это такое более, вообще, прям, ну, как бы, 12-13 лет, то есть, это уже приятно. Так, там, такой сильной конкуренции нет, в принципе, и, как бы, и цернований проходит много, и у ребятишек есть возможность в течение года, там, выступить на одном каком-то турнире, или, там, первенстве города. Да, он там может объехать и 8, и 10, и даже внутри нашего региона, то есть, достаточно много соревнований проходит по городам, по нашим спорту, по детям. Ну, и где-то все-таки улыбнется ему удача, если даже ему это не дано. Но это сильно затягивает, правда, потому что я вот первую подушку в республике Алтай выиграл мягкую, но там у меня до сих пор хранится, и дала мне большой шажок в этом и спорте. Вы, как главный тренер Алтайского края, да, по грекаринской борьбе, очень много ездите по регионам, Алтайский край в грекаринской борьбе на каком сейчас положении среди других регионов? То есть, мы главные в России, или все же нам еще есть за кем стремиться? Ну, конечно, нам есть за кем стремиться, мы в этом направлении, конечно, не главные, но тут, смотря, сравнивать по каким факторам и моментам вообще, ну, среди регионов. Просто есть регионы, такие как Кавказ, Осетия, то есть, это виды спорта, которые, ну, номер один в регионе, и там, занимающиеся на оперенстве региона, борются в одном весе до 300 человек участников, в одном только весе. Ну, то есть, в связи с конкуренцией, и как бы особо там пойти, детям иногда некуда, и они пробивают там жизненный путь свой. Где-то больше соблазнов, где-то меньше. Ну, достаточно, наш регион котируется, пусть он не так многочислен на высокого уровня спортсменов, там, не имеемый, там, 20 человек, членов сборной команды страны, но при нашей конкуренции внутри страны, наш регион всегда слышно, у нас всегда есть представители, которые входят в сборную среди взрослых, есть спортсмены, которые входят в сборную до 24 лет, среди юниоров, среди до 16 лет и до 18 лет. То есть, ну, в каждом возрасте, в каждой подгруппе у нас есть представители, которые имеют результат призера, либо победителя, либо призера, либо чемпиона страны. Поэтому это достаточно много, даже если 2-3 спортсмена на чемпионате страны встанут на пьедестал почета, займутся с первого по третье место, то есть про этот регион будут говорить и слышать. Потому что так складывается при нашей конкуренции, что в нашей стране процентов 60, наверное, регионов такого даже, ну, не слышно, чтобы добраться до тройки чемпионата России. Но это не говорит о том, что как бы прям это какой-то верх. Конечно, всегда хотелось бы улучшить, но мы к этому стараемся стремиться и улучшать результативность нашего спорта для региона. В эти выходные состоится 41-й всероссийский турнир в памяти Анатолия Кишицкого. Расскажите, ну, здесь, наверное, может, даже чуть кратко тезисно, что за турнир, откуда приедут спортсмены и за что они будут бороться. Это основной турнир, проходящий в нашем регионе, взрослый турнир среди взрослых. Ожидается больше 20 регионов приехать, но это в том числе не только ближайшие регионы, Сибирско-федерально, даже округа, это и Приморский край, Республика, Якутия, Ямаланецкий автомобильокруг, Московская область. Ну, то есть достаточно люди по Кабардино-Балкарской республике, Тюменской области, ну, и подальше регион. А численность спортсменов планируется где-то в районе 150 человек, потому что тут более такой конкретизированный турнир и спортсменов везут более высокого уровня, чтобы завоевать, ну, попасть в тройку на этих соревнованиях. Потому что у нас, как бы, на сценариях при поддержке Министерства спорта Тайского края, Центра спортивной плотовки, Училище Ампийского резерва, это организации, которые непосредственно поддерживают нас с государственной стороны, ну, и, соответственно, фонды Кишицкого, которые у нас есть в регионе. И вручаются хорошие призы, денежные, что и надо, как бы, взрослым спортсменам. Ну, и плюс проходит хорошая организация, то есть мы встречаем, размещаем судей, ввозим спортсменов и предоставляем все условия, стараемся, чтобы всем было комфортабельно находиться в нашем регионе. Поэтому к нам едут. Ну, и планируется достаточно, как всегда, конкурентоспособный турнир, на котором надо еще нашим спортсменам сильно постараться, чтобы добиться успеха. Этот турнир является отборочным на какой-то следующий этап или нет? Нет, это турнир, как правило, турнир они вообще у нас не являются, кроме там, международного, ну, турнира там подобного, ну, это более такое, если улыбляться в нашу профессиональную, в нашу профессиональную вид спорта со стороны. Это является турнир таким толчком, хорошим перед чемпионатом Сибирского федерального округа. Ну, это наши регионы, которые ближайшие привозят, посмотреть, как спортсмены правят себя и какую подготовку им дать. Ну, и наш турнир является, он входит в всероссийский единый календарный план России, и победитель, чемпион их соревнований получает норматив мастера спорта страны. То есть ему присваиваться, если человек имел звание кандидат мастера спорта, и наше соревнование полностью подходит по критериям, то есть победитель получает значок мастера спорта, ну, и корочки. То есть это тоже является большим фактором. Ну, я сейчас кратко расскажу про программу. 12 ноября в 10 часов училище Олимпийского резерва предварительные поединки, а 13 ноября тоже в 10 часов уже финальные поединки и церемония награждения. Да, за первое, за третье место. Все, мы будем всех рады видеть. А на этом наше время к большому сожалению подошло к концу. Занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни.